Заселение новостроек жилого комплекса Одинцовский парк началось в 2014 году. Уже тогда стало понятно, что 9-й микрорайон буквально отрезан от города. Ни транспортного сообщения с 8-м микрорайоном, ни полноценных прогулочных зон. Новоселы все прибывали, а проблемы копились, как снежный ком. Инициативная группа забила тревогу и обратилась с письмом к главе Одинцовского района. Активисты попросили помощи и у общественников. Плотность населения в ЖК Одинцовский парк высокая, что обусловлено плотностью застройки и проектными особенностями домов. Например, в моем доме номер один с половиной от общего числа квартир составляет малометражные студии. Это наиболее доступное по цене стартовое семейное жилье. И по этому признаку наш дом можно отнести к малосемей. В нашем и подобном ему домах проживает много молодых семей, мотивированных на рождение детей. В следствии чего и без того большая нагрузка на инфраструктуру увеличивается с каждым годом. Основной предмет спора – территория, которая согласна 401 постановлению администрации 2008 года, должна была быть передана компании-застройщику под благоустройством. Однако условия не оговаривались. Эта земля стала для новоселов зоной рекреации. Несмотря на то, что принадлежит она, ЗАО Матвеевская и предприятие ведет на ней сельхозработы. Участок оформлен на ЗАО Матвеевская и отнесен к землям сельхозназначения. Однако в сельхозобороте не используется. Кроме того, согласно норме статьи 77 земельного кодекса РФ, землями сельхозназначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства. Указанный земельный участок этому требованию не соответствует. Мы этот участок привели в соответствии. И вы это отлично знаете. Почему? Потому что мусор, который местные жители валили в обрак, мы все вывезли, засыпали, облагородили, завезли дополнительно в грунт. Участок сейчас как картинка. За круглым столом собственник, общественники, администрация и новоселы старались найти пути решения проблемы. Очевидных два. Застройщик выкупает землю и благоустраивает территорию или происходит отчуждение данного участка. Меня ничего интересует. Вопрос. Деревня Губкина, деревня, закрыли шлагбаумом. Где-то там было письмо, что разрешается закрыть, перекрыть. Улица, дорога общего пользования считается? Скажи, пожалуйста, а жители деревни Губкина выезжают на Сосново с той стороны? Да, они могут выезжать. Недостаток территории для создания инфраструктуры тянет одну проблему за другой. В микрорайоне отсутствует дорога между улицей Соснова и Белорусская. Закрыт проход. В деревню Губкина нет достаточных пешеходных зон. По итогам круглого стола общественная палата решила обратиться в районную администрацию с просьбой проработать вопрос благоустройства территории микрорайона. Кроме того, члены комиссии по ЖКХ направят письмо в ГИБДД с предложениями по разрешению дорожной ситуации. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Попасть на эту дорогу. Я понимаю, что это.